Метеорит Метеорит Сегодня в нашей программе вы увидите Лунная Монализа и руины инопланетного города Добрались ли американцы до темной стороны Луны? Американцы действительно столкнулись на Луне с присутствием внеземного разума Кто подстроил аварию миссии Аполлон-13? Что обнаружили советские спецслужбы в лунном модуле? Никаких астрономов в нем не было, ракета была беспилотная И зачем понадобилась космическая мистификация? Рассекреченные материалы и сенсационные разоблачения Это существо назвали Монализа Ее нашли внутри инопланетного объекта, который находился на обратной стороне Луны А это напарник инопланетянки Он явно принадлежит к другой космической расе Сенсационные кадры выложил в сеть некто Уильям Рутлендж Он называет себя пилотом секретной миссии Аполлон-20 Которая в 1976 году отправилась на Луну Исследовать потерпевший крушение инопланетный корабль О миссии Аполлон-20 мир узнал спустя 40 лет После того, как в 2007 году Уильям Рутлендж обнародовал правду Но можно ли верить его словам? Инопланетяне обозначили свое присутствие на Луне сразу, еще во время первой посадки Астронавты Нил Армстронг и Бас Олдрин уведомили Хьюстон, что в поле их зрения Находится три НЛО диаметром от 15 до 30 метров Они приземлились на краю кратера И из них вышли инопланетяне в скафандрах Передали на Землю астронавты По легенде, эти кадры были сделаны астронавтами во время пребывания на Луне Американцы действительно столкнулись на Луне с присутствием внеземного разума С присутствием техники этого внеземного разума Причем производившего агрессивные действия в сторону американских астронавтов Чего стоит трагический и необъяснимый провал лунной миссии Аполлон-13 в апреле 1970 года Главной целью полета был так называемый сейсмологический эксперимент Чтобы получить данные о геологическом строении спутника Американцы собирались устроить на Луне ядерный взрыв Но высадиться им так и не удалось С самого начала полета миссию преследовал злой рок Сначала взрыв кислородного баллона, потом выход из строя топливных батарей Во время полета космический модуль буквально разваливался на части Отказали двигатели, навигация и системы жизнеобеспечения Периодически пропадала связь Речь о высадке на Луну уже не шла Астронавты чудом вернулись на Землю живыми Провал миссии Аполлон-13 показал, кто на Луне хозяин Впрочем, НЛО наблюдали за всеми полетами американцев на Луну Существуют свидетельства, например, американских астронавтов, побывавших на Луне О неожиданных встречах с представителями внеземных цивилизаций Они видели даже их инопланетные корабли Убедиться в этом может каждый, зайдя на страницу виртуального археолога с ником Стриткэппуам Изучив архивы НАСА, он выложил фотографии, отметив на них инопланетные объекты Посмотрите, кто контролировал астронавтов миссии Аполлон-15 А вот так выглядит этот инопланетный объект вблизи Видео снято пилотом лунного модуля Джимом Ирвином И его тоже можно разыскать на сайте НАСА Миссия Аполлон-17 собрала рекордное количество НЛО Взгляните, сколько кораблей собралось около лунного модуля Это не на шутку испугало землян Сразу после возвращения в 1972 году лунную программу Аполлон экстренно свернули На вопросы журналистов о причинах НАСА отвечать отказалось И даже не принимало финансирование других стран для повторного полета и высадки на Луну До сих пор туда летают лишь космические зонды Американским астронавтам было недвусмысленно заявлено По определенным каналам связи, что эта планета занята Что Луна занята И что лучше землянам убираться по добру, по здорову Сегодня многие историки и исследователи утверждают Что лунная миссия Аполлон была дерзкой мистификацией Которую придумали американцы в политических целях Поэтому вопрос, были или не были американцы на Луне До сих пор остается открытым Все больше экспертов склоняются к мнению Что все фото и видеоматериалы миссии Аполлон фальсифицированы Они ссылаются на то, что в начале 70-х у США даже не было ракеты Способной доставить на Луну людей и необходимые грузы Однако старт космических кораблей с лунными миссиями В прямом эфире наблюдало полмира Но никому и в голову не пришло всмотреться На 105-й секунде ракета достигает высоты 8 километров А по официальному графику полета лунной ракеты, созданному НАСА Она должна быть в этот момент на высоте 24 километра Если ракета в положенное время находится на высоте в три раза меньше Она не только на Луну не полетит, она на орбиту не выйдет По словам историка космонавтики Александра Попова Советские спецслужбы раскрыли лунный заговор практически сразу Им удалось запеленговать координаты ракет, стартовавших на Луну И проследить, куда они улетают на самом деле Оказалось, что все Сатурны приземляются в Атлантическом океане Недалеко от Азорских островов Проследили и определили, что ракеты падают в районе Азорских островов А после этого была устроена грандиозная спецоперация 19 апреля стартовал корабль Аполлон-13 Он был захвачен реально из-под носа у американцев И был доставлен в Мурманск Там спецслужбы его встретили Исследовали несколько месяцев содержание черных ящиков, которые были внутри Никаких астрономов в нем не было Ракета была беспилотная 6 сентября состоялась передача капсулы Аполлона-13 американским военным Но разоблачать Америку Советский Союз не стал По словам Александра Попова, правительство приняло решение Извлечь из щекотливой ситуации максимум выгоды Оно сделало этот пленный Аполлон предметом шантажа американцев То есть мы не расскажем, что вы обманываете все человечество Но за это вы И перечислялся ряд льгот, так сказать, экономических В тот момент была отменная нефтяная эмбарго Трудности по газовому экспорту у нас были Построили нам американцы несколько химических заводов И КАМАЗ практически бесплатно Исследователь считает, что страх разоблачения Заставил американцев свернуть лунную программу Но есть и другое мнение В 2009 году на орбиту Луны был запущен космический зонд Лунный разведчик Он оборудован мощным телескопом и камерами С высокой разрешающей способностью 23 июня зонд вышел на лунную орбиту И начал поиск следов миссии Аполлон И уже 17 июля, перед 40-летним юбилеем Первой высадки человека на Луну В американской прессе были опубликованы фотографии Места посадки Аполлона-11 На которых хорошо просматривается лунный модуль Беда в том, что сделали эти фотографии тоже американцы Да еще перед годовщиной покорения Луны Можно ли их считать убедительным доказательством? Анализируя документальные свидетельства Полетов и высадки человека на Луну Которые происходили с 1969 по 1972 год Следует обращать внимание на детали Досадные нестыковки были очевидны С самого первого полета 21 июля 1969 года Во время миссии Аполлон-11 Человек впервые ступил на Луну А теперь смотрите внимательно Нил Армстронг собирается сделать исторический шаг Но внезапно останавливается и произносит фразу, напоминающую театральную реплику или газетный заголовок Трудно поверить На Луне нет воздуха Это знает даже школьник А значит нет и ветра Но флаг после установки почему-то продолжает развиваться и колыхаться Насторожили скептиков и тени Которые отбрасывают предметы и люди Почему они направлены в разные стороны Словно источников света было несколько А теперь посмотрите, как странно вели себя американские астронавты Освоившиеся на Луне Они гоняли на роверах Скакали и кувыркались Словно дети на батуте При этом вокруг прыгающего человека ни одной пылинки Когда лунные модули касаются поверхности Луны Пыль стоит столбом Это хорошо видно во время посадки на Луну российских аппаратов Но у американцев, видимо, свои законы притяжения Американцы, жаждавшие научно-технической победы над Советским Союзом Во что бы то ни стало Хотели, чтобы победа эта оказалась в их руках И они на всякий случай все-таки подстраховывались Создавая вот эти фейковые съемки Существуют и воспоминания знаменитого кинорежиссера Стэнли Кубрика О том, что это он снимал значительную часть лунных кадров В павильонах Голливуда А также на натурных съемках в американских пустынях Разобраться, где правда, а где ложь Могут лишь специалисты Настоящие кадры были перемешаны с подделкой И благодаря этому миссия американцев на Луну Приобрела и сюжет, и голливудский размах Ее можно назвать первым реалити-шоу планетарного масштаба Человек в обозримом будущем окажется на Марсе И это научный факт Но как его там встретят? Несмотря на то, что мы давно и упорно изучаем Красную планету Знаем мы о ней очень немного Есть ли там жизнь? Каковы действительные условия существования? В конце концов, что находится на обратной стороне Марса? Ответы на эти вопросы мы изложили в нашем новом документальном сборнике Тайны Марса В нем мы собрали самую последнюю информацию Рассказы участников марсианской программы Самые разные и неожиданные гипотезы существования этой планеты Новые, неизвестные ранее марсианские факты Более подробно информацию на эту тему можно получить здесь Розвольдский инцидент Как снимали крушение летающей тарелки? Таких электронных фейков еще не было Ну, тогда она была комбинированная съемка Инопланетяне с Луны Почему мир поверил космической мистификации? Это очень четкий, эффективный прием обмана И зачем американцы пудрят мозги всему миру? Эту пленку обнародовал в 1995 году британец Рей Сантиль Почти 40 лет она пылилась в военных архивах Прежде чем мир увидел сенсационные кадры Розвольдский инцидент произошел в 1947 году Согласно легенде, в пустыне близ города Розуэлл, штат Нью-Мексико Потерпела крушение летающая тарелка В руках американских военных оказались тела инопланетяна Также секреты инопланетных технологий Относительно того, что многие изобретения Например, чипы, оптическое волокно Ну и другие Что они точно с розуэльских этих тарелок Вот были, так сказать, сняты эти технологии На самом деле, значит, идеи вот этих лазера Там или того-то волокна Они уже витали в воздухе В памяти любителей уфологии еще жив скандал Связанный с разоблачением розуэльского инцидента Выяснилось, что видео-вскрытие пришельца Стопроцентная подделка Слишком много нестыковок, неправильности Ну, фейк такой вот того времени Вот условно говоря Тогда таких электронных фейков еще не было Ну, тогда была комбинированная съемка В 2006 году Сантили и сам сознался Видеокадры фейк Но уже в 2007 появилась новая американская сенсация Ее участниками стали астронавты секретной миссии Аполлон-20 Которые обнаружили на обратной стороне Луны Инопланетян И даже спасли их Эти видеоролики выкладывают в сеть с 2007 года Они набирают десятки тысяч просмотров Очередное космическое реалити-шоу идет полным ходом Давайте разберемся, какой сюжет предлагают американцы сегодня Итак, 16 апреля 1976 года С мыса Канаверал стартует ракетоноситель Сатурн-5 Он выводит на лунную орбиту челнок миссии Аполлон-20 Напомним, что лунная программа Аполлон давно закрыта И тем не менее астронавты отправляются на обратную сторону Луны Туда, где несколько лет назад был замечен объект инопланетного происхождения Подробности рассказывает журналистам пилот миссии Уильям Рудлендж Он живет в Руанде Ему 76 лет И вот уже три года он распространяет видеоматериалы и фотографии Которые касаются секретной космической миссии Рудлендж утверждает, что в прошлом служил в ВВС США Был одним из сотрудников спецлаборатории И непосредственным участником миссии Аполлон-20 То есть летал на Луну спасать инопланетян Проверить эту информацию невозможно А вот с текстом его сенсационного интервью Ознакомиться в интернете может любой желающий Цензура в средствах массовой информации, особенно в Америке Гораздо круче, чем она была в Советском Союзе И когда нам говорят о том, что какие-то веб-камеры Что-то сняли, и этот материал кому-то попал И он где-то разместил Ну позвольте мне этот Я считаю, что все это снимается Снимается профессионально Снимается голливудскими режиссерами Снимается с задействованием массовки С задействованием декораций Правильно, как высадка на Луну По словам Рутледжа, астронавты миссии «Аполлон-20» Успешно прилунились около инопланетного объекта Это был огромный корабль-матка, покрытый таинственными надписями Говоря о возрасте артефакта, Рутледж называет нереальную цифру Полтора миллиарда лет Для справки, примерно в это время Земля еще только готовилась К появлению биологической жизни А Луна, по версии Рутледжа, уже была не просто обитаема А плотно заселена На этом ролике вы видите лунный город, который разыскали астронавты Около него и находится инопланетный корабль Очевидно, летели по делу Но что-то пошло не так Астронавты смело зашли внутрь Продолжает Рутледж свой рассказ И обнаружили, что за полтора миллиарда лет корабль изрядно запылился Хотя надписи на английском языке разобрать еще можно В кабине пилотов их ждали мумифицированные тела гуманоидов Женщина ростом метр шестьдесят пять, которая, по словам Рутледжа, была пилотом Длинные темные волосы, смуглая кожа, стройная фигура Тело покрыто защитной пленкой А к дыхательным путям подведены трубки с жидкостью Рутледж утверждает, что женщина была ни жива, ни мертва То есть находилась в состоянии анабиоза Вы видите, как астронавты освобождают ее лицо от трубок и датчиков Тело второго пилота было практически уничтожено Но при этом прекрасно сохранилась голова, которую астронавты тоже забрали на землю Надо сказать, что это очень четкий, эффективный прием обмана У вас уже в сознании, в подкорке, осел тот факт Что американцы, американские астронавты летали вокруг Луны То есть они были там То есть вам таким дешевым образом Под сурдинку каких-то таинственных вещей Протаскивает все тот же миф Американцы были на Луне и около нее Лунный блокбастер разыгран по законам жанра В нем есть и красавица, и чудовище, и американцы, спасающие мир И даже хэппи-энд В интервью Рутлидж намекает, что инопланетянка жива до сих пор Она любит кофе и интересуется экономикой Земли Вот что она якобы рассказала Рутлиджу Все валюты на Земле основаны на стоимости золота Немногие знают, что золото — это внеземной металл, который образуется после взрыва звезды И это самое распространенное и дешевое вещество во Вселенной Не более ценное, чем кусок пластика А что же ценится во Вселенной? Нефть — намекнула прекрасная инопланетянка Если верить Рутлиджу и его таинственные собеседницы, то становится очевидно — во Вселенной тоже идут нефтяные войны Эта наивная сказка говорит лишь об одном — Америка вновь пытается заручиться поддержкой инопланетян, как в годы Холодной войны А теперь информация для моих постоянных зрителей в Казани Дорогие друзья, 26 мая в 19 часов в Татарской государственной филармонии имени Тукая состоится наша с вами творческая встреча Будем говорить об истории и нашей сегодняшней жизни О военных тайнах и самых шокирующих гипотезах О великих заблуждениях и фактах нашей действительности, о которых я не всегда могу говорить с экрана Отвечу на ваши вопросы, послушаю вас, обменяемся автографами, пофотографируемся, поговорим Билеты на сайте tatfil.ru и в кассах филармонии Итак, 26 мая в 19 часов встречаемся в Казани в Татарской государственной филармонии На этот вечер не планируйте ничего важного В Солнечной системе найдена нефть Титан, хотя имеет атмосферу и так далее Он весь состоит из углеводородов Это нефть Человечество готовится к колонизации Луны Луна, как такой форпост для освоения ближнего космоса, совершенно необходим И сколько будет стоить космическое топливо? Горючее ядерного типа прежде всего подразумевает так называемый гелий-3 Это может оказаться в перспективе экономически целесообразным Это карликовая планета Церера Вы видите шестиметровую гору, которая расположена в южном полушарии А теперь посмотрите внимательно Рядом огромный кратер с ровными краями Что говорит о его недавнем появлении След метеорита? Но где же обломки и грунт? Похоже, объект рукотворный В феврале 2015 года НАСА опубликовало детальные снимки Цереры На которых заметны два ярких белых пятна в кратере Акатер Спектральный анализ показал, что это карбонат натрия То есть обычная сода А сода, как известно, получается из извести Неужели перед нами известняковый карьер? И это еще не все Кратер Циолковского на обратной стороне Луны Тоже выглядит как геологическая разработка Сегодня можно утверждать, что Луна обладает большими запасами полезных ископаемых В том числе ценными для промышленности металлами Железом, алюминием и титаном И даже нефтью 14 января 2005 года в истории астрономии Произошло событие мирового масштаба На спутник Сатурна Титан совершил мягкую посадку космический зонд Гюйгенс Люди впервые увидели таинственные пейзажи Титана До этого не удавалось сделать ни одной фотографии Ведь у него слишком плотная атмосфера Снижение космического зонда длилось 2 часа 27 минут 50 секунд За это время удалось осмотреться и как следует удивиться Кто бы мог подумать, что по Титану текут метановые реки с углеводородными берегами А в небе парят этановые облака Титан оказался настоящим нефтяным клондайком Титан, хотя имеет атмосферу и так далее Он весь состоит из углеводородов Это нефть Это замерзшая нефть И на этом построена вся мировая власть денег На нефти, на углеводородах Можно ли добывать нефть на Титане? Сегодня нет Его суровый климат абсолютно непригоден для человека Ядовитая атмосфера, низкие температуры и постоянные шторма Но метановый рай все же вселил надежду в сердца предпринимателей и ученых И вот почему Еще в 1876 году выдающийся русский химик Дмитрий Менделеев Выдвинул неорганическую гипотезу образования нефти По мнению химика, она появляется во время горообразовательных процессов Землетрясений и извержений вулканов Под воздействием высоких температур и давлением глубоко под землей Обычная вода вступает в химическую реакцию с карбидами железа И рождается черное золото, которое так ценят на Земле В конце 19 века это была всего лишь смелая гипотеза Информация, которую передал космический зонд с Титана Подтвердила все теоретические расчеты Менделеева Для нефти не нужна органика, а значит она есть везде Стоит только поискать Оказывается она геологического происхождения, слушай Целые планеты из нефти, вот Титан Да и у нас значит она тоже такого уже небиологического происхождения Земля ее рожает Значит она никогда не кончится Значит власть денег-то Понятно, дефицита-то не будет Что и подтверждают нынешние разработки А это геополитика Это серьезная геополитика Так что власть над миром это серьезная вещь Чтобы завоевать мир нужно совсем немного Найти планету, на которой можно добывать нефть Пробурить скважины и поставить качалку Условий всего два Наличие воды и геологическая активность планеты Даже в Солнечной системе таких объектов немало Например карликовая планета Плутон Или спутник Сатурна Энцелад Исследования начали с ближайшего к Земле объекта Вдруг на Луне тоже есть небо В 2009 году ученые сделали сенсационное заявление В лунном грунте обнаружена вода Правда молекулы воды намертво запаяны в микроскопические гранулы Которые образовались во время извержений лунных вулканов А в 2012 году с помощью космического зонда Удалось рассмотреть залежи водяного льда В кратерах южного полюса Луны Оказалось, что толщина ледяного покрова почти 2 метра В институте лунных и планетарных исследований в Хьюстоне Подсчитали, что это почти 600 миллионов тонн воды Но течет ли в жилах Луны нефть? Принято считать, что Луна мертвая планета Вулканическая активность на ней прекратилась около 4 миллиардов лет назад Единственное, что можно совершенно точно сказать Вулканическая активность на Луне была Была То есть в космических масштабах она закончилась сотни миллионов лет назад Конечно, Луна уже отжившая планета Хотя там еще температура достаточно высокая Но это уже все на спаде, на охлаждении Но недавно ученые получили новые данные А в 2013 году китайский луноход Нефритовый заяц заглянул в далекое прошлое Луны С помощью мощного радара он просветил лунный грунт на глубину 400 метров И добрался до слоев, которые образовались 3,5 миллиарда лет назад Там ученых ждала сенсация Оказывается, в недрах Луны все это время идут бурные геологические процессы Участок, который исследовал луноход, напоминал слоеный пирог Состоящий из 9 слоев вулканической магмы Американский планетолог Ян Гаррик Беттл Из Калифорнийского университета Заметил, что последнее время температура в недрах Луны снова растет Ее ядро разогревается А это значит, она готовится к извержениям И первые ласточки уже есть В 1958 году советский астроном Николай Козырев Первый в истории астрономии наблюдал извержение лунного вулкана Он заметил яркие вспышки на вершине горной гряды в центре кратера Альфанс Они продолжались около часа Спектрограмма показала значительную концентрацию углеродов Что позволило астроному сделать однозначный вывод В кратере происходит извержение Николай Александрович Козырев, профессор Из Пулковской обсерватории Совершил такое сенсационное открытие Он получил спектр газов в кратере Альфонс на Луне Луне зарегистрировал эту спектрограмму Никто в это поверить не мог, не хотели В 1969 году американские астронавты Юджон Сернан и Джон Янг Стали свидетелями лунотрясений Их внимание привлекли странные звуки, раздававшиеся с Луны И это были звуки лунных нетр В отчетах это загадочное явление не фигурировало Потому что полностью противоречило научной концепции того времени И лишь в 70-е годы прошлого века Когда на Луне установили датчики сейсмической активности Ученые с удивлением обнаружили Что лунотрясения происходят практически постоянно И их магнитуда доходит до 5-6 баллов по шкале Рихтера Похоже, в недрах Луны действительно кипит жизнь А это значит, что спутник богатый нефтью и газом Промышленная колонизация Луны не за горами, считают эксперты Недавно космический зонд НАСА обнаружил на Луне изотопы гелия-3 Это вещество, по мнению ученых, может стать новым источником энергии для землян Индия тут же заявила, что в 2030 году планирует начать на Луне промышленную добычу изотопа Готовится к колонизации и Китай Горюче-ядерного типа, прежде всего, подразумевает так называемый гелий-3 Она очень хороша для реализации не обычных атомных электростанций А так называемых термоядерных электростанций Они дают гораздо больше энергии Это может оказаться в перспективе экономически целесообразным Если оттуда доставлять этот гелий-3, если он там обнаружится Гелий-3 богат лунный реголит Пористое вещество, из которого состоит поверхность Луны Из него и собираются добывать ценное топливо Уже подсчитано, что имеющиеся на Луне запасы Обеспечат землян дешевой энергией на 5000 лет вперед Стоимость тонны лунного гелия-3 от 1 до 3 миллиардов долларов Но не пугайтесь, в эту цифру входят все расходы Создание лунных баз, добыча гелия, доставка его космическими челноками на Землю И строительство термоядерных реакторов Да и добыть надо немного, всего 25 тонн сырья Они обеспечат энергией весь земной шар на целый год Так что выгода лунного топлива очевидна Нет лишь гарантии, что в земных условиях лунный гелий не потеряет своих свойств И будет вступать в нужные реакции Луна как такой форпост для освоения ближнего космоса совершенно необходим Потому что с Луны легче старты космические На Луне, Луна это, собственно говоря, такой постоянный наблюдательный пункт за Землей С большим количеством возможностей измерений Как производство, как даже источник каких-то, собственно говоря, сложных, редкоземельных металлов и веществ Которые находятся на Земле, на Луне Это экономически выгодно, на данный момент уже посчитано Что производство определенных веществ на Луне, они, собственно говоря, будут окупаться Колонизация еще не началась А на Луне уже происходят бурные события, которые наблюдает вся Солнечная система Там постоянно что-то взрывается, светится, летает и падает В ночь на 17 марта 2013 года в районе моря дождей телескопы НАСА зафиксировали яркую вспышку Она длилась более секунды и была видна с Земли даже невооруженным глазом Мир облетела сенсационная новость Луна подверглась астероидной атаке Люди в панике заговорили о конце света Дело в том, что о возможном столкновении мы можем узнать слишком поздно Главная задача — вовремя распознать эти небесные тела Но, как правило, заранее это не удается Но когда через 9 месяцев китайский луноход «Нефритовый заяц» прилунился на месте предполагаемой катастрофы Следов падения метеорита он не нашел Взгляните на снимки, которые 14 декабря 2013 года луноход передал на Землю Лунная поверхность покрыта вековым слоем пыли Нет ни ударного кратера, ни разбросанных в разные стороны грунта и камней Если метеоритной атаки не было, то что стало причиной вспышки? Астрономы выдвигают сенсационную гипотезу На Луне произошел мощный взрыв А теперь, внимание, дорогие зрители! Хочу пригласить вас на премьеру нового выпуска программы «Страшное дело» Которая выйдет в эфир в пятницу 11 мая в 18.00 Что будет? Будет рубрика «Рептилоида нашего времени» Она будет посвящена нашей власти и чиновникам, которые врут и воруют, дерутся в прямом эфире и пьяными садятся за руль Оппозиционерам, которые тоже хороши, все норовят Крым кому-то отдать Поливают страну грязью, а потом делают вид, что они не проект Кремля В рубрике «Спалите наши шкуры» поговорим о богатых и знаменитых Которые в погоне за известностью уродуют себя до неузнаваемости Показательно свинячат, заказывают про себя скандалы А иногда они умирают И тогда становится безумно жалко человека Который растратил талант, предал близких, ушел раньше срока Еще будет рубрика «Только не глотай» О всех ненормальных мировых телешоу, которые невероятно популярны в мире Не учи ученого В этой рубрике покажем, как на самом деле живут простые люди в Америке, в Европе Ну а в околонаучной рубрике «А земля-то плоская» Расскажем о самых невероятных, шокирующих, взрывающих мозг Гипотезах, фактах и мистификациях, на которые так щедра окружающая нас действительно Итак, в пятницу в 18.00 и почти до самой полуночи Страшное дело Не знаю, будет ли кому-то страшно, но обещаю, что скучно не будет Таинственные вспышки на Луне заинтриговали ученых Вспышки характерны там, где есть наличие кислорода или когда есть чему гореть Инопланетный модуль возвращается на орбиту Луны Что охраняют летающие тарелки? Там у них целая подземелья, система подземных этих баз, городов, заводов 1 марта 2017 года на темной стороне Луны снова прогремел взрыв Вы видите вспышку, которую заметили астрономы из греческой обсерватории Крионерии Это похоже на метеоритный удар, заявил руководитель программы мониторинга Алькесте Бананас Однако ни одного крупного астероида в поле видимости телескопов в тот момент не было Астрономы проверили все снимки, сделанные в течение последнего месяца Оказалось, что вокруг спутника летал лишь мелкий космический мусор Не превышающий по размерам морскую галь Однако мощность взрыва была серьезной 5 мегатонн в тротиловом эквиваленте А это значит, что метеорит должен был иметь солидные размеры и большую массу И ни при каких обстоятельствах не мог остаться незамеченным Но это еще не все Только за 2017 год аппаратура зафиксировала 14 вспышек А с 2005 года, и это уже данные НАСА, на Луне произошло более 300 мощных взрывов Ну вообще, вспышки характерны там, где есть наличие кислорода Или когда есть чему гореть На Луне же мы знаем, что кислорода практически нет Поэтому что это за вспышки, непонятно, никто не знает Лунные взрывы могут иметь искусственное происхождение, говорят ученые На этих фотографиях две практически одинаковые воронки Одна из них находится на ядерном полигоне в американском штате Невада А другая на обратной стороне Луны Земной кратер образовался в результате подземного ядерного взрыва А как появился лунный? О происхождении кратеров на Луне давно идут жаркие споры Немецкий астроном Эоганн Шректер считал, что кратеры образованы в результате вулканической активности Однако в 18 веке доказательств найти не удалось Сегодня популярна метеоритная версия образования лунных кратеров Но и она не выдерживает критики Дело в том, что кратеры на Луне идеально круглой формы Чтобы воронка была круглой, метеорит должен врезаться в поверхность строго под углом в 90 градусов Если он движется под любым другим углом, то ударная воронка будет иметь продолговатую или овальную форму Как, например, у кратера Мсье в море изобилия Но 99% лунных кратеров имеют форму круга И, что еще более удивительно, одинаковую глубину Они отличаются друг от друга лишь диаметром Примерно все кратеры, которые мы видим, в том числе эти лунные моря Они примерно одной глубины, не очень глубокой То есть такое ощущение, что либо это текстура, которую натянули на оболочку Либо это просто некая глубина, глубже которой невозможно создать какой-то кратер Похоже, некоторые кратеры на Луне имеют искусственное происхождение И этому есть доказательства Посмотрите на фотографию, которая сделана одной из лунных миссий в начале 70-х годов Вокруг небольшого лунного кратера загадочное свечение Астронавты утверждали, что оно имело ярко-красный цвет В 1954 году такое же красное свечение появилось в кратере Тима Харрис Оно было настолько ярким, что астрономы заметили его с Земли Но это еще не все Посмотрите, какие странные явления происходят на Луне с завидной регулярностью Над поверхностью движутся таинственные полупрозрачные субстанции Парят таинственные птицы А НЛО встречаются здесь намного чаще, чем на Земле Загадочные лунные аномалии ученые договорились называть Кратковременными лунными явлениями и не тратить на них время Ведь объяснить их природу невозможно Ни с точки зрения физики, ни с позиций астрономии И сегодня в научном мире многие предполагают, что лунные аномалии имеют техногенное происхождение На Луне отмечаем присутствие каких-то рукотворных или там цивилизационных артефактов Связанных с нечеловеческой цивилизацией Или там с цивилизацией иного уровня С помощью Google Moon виртуальные археологи пять за пятью прочесывают лунную поверхность И часто находят доказательства присутствия инопланетян Рукотворные объекты непонятного назначения Они попадают и в поле зрения учет Например, китайский спутник Чанчжэ-2 сфотографировал на Луне нечто, напоминающее здание Настоящей сенсацией стала находка, сделанная в 2008 году японским зондом Кагуя Он обнаружил на обратной стороне Луны вот этот странный объект Перед вами снимок, который аппарат передал на Землю Присмотритесь, это не тень, а глубокое отверстие А эти снимки сделаны космическим зондом НАСА На них четко видно, что отверстие ведет вглубь Луны Астрономы насчитали еще 200 таких же загадочных подлунных ходов Диаметром от 5 до 900 метров Эксперты говорят, что под поверхностью спутника расположена система тоннелей Финский специалист Марк Савлах выдвинул сенсационную гипотезу Назвав их лунными рудниками Согласны с ним и российские эксперты Можно говорить и о древней геолого-разведывательной И горнодобывающей деятельности допланетян на поверхности Луны И о том, что эта деятельность продолжается и в настоящее время Что может заинтересовать высокоразвитые космические цивилизации на Луне? Скорее всего, они добывают там топливо для своих летательных аппаратов По мнению ряда авторитетных экспертов, летающие тарелки работают на радиоактивном тории На земле, около мест богатых этим изотопом, всегда наблюдается скопление НЛО Например, над побережьем Черного моря Его дно богато сероводородом и серной кислотой, которые являются компонентами ториевого топлива А в Бразилии, над Ториевым пляжем Капакабана, НЛО вообще курсирует по расписанию Крымские сталкеры утверждают, что в таких местах инопланетяне строят заводы На которых собирают свои летающие тарелки Один из них находится в Крыму, под горой Аюдак Там у них целая подземелья, система подземных этих баз, городов, заводов По сборке вот этих летательных аппаратов в форме диска То есть полностью автоматизированный где-то находится подземный завод По сборке этих летательных аппаратов Это все находится на нашей планете Не секрет, что на Луне тоже находятся огромные запасы ториевого В 1999 году между кратерами Комптона и Бельковича На обратной стороне Луны Астрономы обнаружили аномально горячее ториевое пятно Температура и радиация в этом месте были не только сильно повышены Но и постоянно держались на одном уровне Словно кто-то следил за ним Ториевая аномалия выходила за рамки и земной, и лунной физики Объяснить ее можно было лишь одним В этом месте происходит неизвестный нам активный процесс Возможно, технологического характера Если бы, скажем, на Луне нашлись какие-то объекты Созданные разумом, разумным существом То, конечно, это величайшая государственная тайна Потому что неизвестно, как обернется первый контакт С представителями другой цивилизации космической Что из этого получится Не исключено, что вредную топливную промышленность Космические цивилизации давно уже перенесли на Луну Спутник Земли занят И сегодня нельзя сказать наверняка Пустят ли нас, землян, на эту космическую делянку Субтитры создавал DimaTorzok